Они выглядят так, Андрей Андреевич, скажите пожалуйста, как же избавиться от гипертонического заболевания сердца, с чем это связано, лечусь таблетками от давления, у меня ничего не получается, можно ли как-то избавиться от этого и так далее. Я хочу вам сказать, одним из синдромов высокого давления, плохого самочувствия по утрам, это синдром остеохондроза, который возникает у нас по разным причинам. Это и высокая кислотность нашей крови, ацидоз, это может быть следствием стрессов, это может быть следствием употребления большого количества алкоголя, солей, недосыпания, это может быть связано с сахарным диабетом второго типа, ну и очень часто это связано с неподвижностью наших плечевых суставов. Именно поэтому мне бы хотелось сегодня рассказать вам, как с помощью совершенно простых и уникальных мной разработанных упражнений можно очень быстро избавиться от остеохондроза шейного отдела, что даст нам и грудного в том числе, что даст нам фактически хорошую осанку раз. Второе, избавить нас от головных болей, затылочных болей, мигреневидных болей, избавить нас от заболеваний шейного отдела, улучшить нам зрение, улучшить состояние наших артерий, устранит в дальнейшем окклюзии артерий, также может помочь нам улучшить зрение, избавиться от такого заболевания, как улучшить состояние и профилактировать появление заболевания катаракта, улучшить память, улучшить сон и так далее. Но на первое место мне бы хотелось все же поставить улучшение общего сердечного, улучшение общего состояния и убрать заболевания гипертензии сосудов. И мой совет такой, какие же это упражнения, они очень легко выполняются, но несколько слов, почему это возникает и как определить, есть необходимость вам это делать. Я хочу вам сказать, если на протяжении дня вам хочется отодвинуть плечи назад и распрямить свою грудь, если вам хочется закинуть голову назад, это говорит о том, что у вас скорее всего есть остеохондроз, также у вас хрустит в шейном отделе, побаливает в шейном отделе, у вас появляется шум в ушах, у вас появляется шум в голове, это все говорит о том, что вы уже сейчас страдаете остеохондрозом, нет никакой необходимости мгновенно идти к врачу. Я вам рекомендую использовать буквально три упражнения, которые я покажу, с целью сделать так, чтобы в дальнейшем избавиться от всех этих симптомов, включая гипертоническое заболевание сердца. Итак, почему это возникает? Это часто возникает на фоне того, что мы теряем осанку, на фоне того, что у нас прямая мышца живота оттягивается, у нас появляется первое горб грудного отдела, горб шейного отдела. При этом у нас напрягаются дельтовидные мышцы плеча и большие мышцы груди. Тем самым мы хотим эти мышцы каким-то образом оттянуть и освободить наш шейный отдел, или освободить наш грудной отдел и дельтовидную мышцу, как бы расслабляя ее. Я хочу вам сказать, что обычные упражнения по оттягиванию наших плечей, нас обычно приводят к кратковременному эффекту и пользы особо и не дают. Какие я рекомендую использовать упражнения? Давайте я вам покажу. На самом деле упражнения с движением головы при остеохондрозе очень неуспешны и очень опасны для человека, так как могут быть разломы позвонков, могут быть нарушения хрящевой ткани, может быть ухудшение общего состояния сосудов, может ухудшить состояние сосудистое. И в общем-то это может привести к потере сознания, к ухудшению и увеличению симптомов шума в голове, шума в ушах, потери зрения, головных болей, мигрени и так далее. Итак, какие мои рекомендации? Первое. Обязательно делайте это, но не фанатично. Обязательно делайте перерыв. Какие это упражнения? Необходимо запомнить, что во время этих упражнений необходимо голову держать обязательно ровно. Итак, первое упражнение – это обычное шевеление плечами вперед и назад. Вот таким образом. Делайте это на вдохе и выдохе. И второе упражнение, оно делается еще лучше. Необходимо приподнять плечи, отодвинуть плечи назад и постараться максимально напрячь мышцы нашей лопаточной области и грудной области, находящейся трапециевидные мышцы. Их необходимо напрячь. То есть я отодвигаю локти назад, голову не задираю, а пытаюсь очень сильно понапрягать мышцы. Делаю это на вдохе и выдохе. И третье упражнение – я должен положить свои руки на что-нибудь, находящиеся передо мной, допустим, на шкаф. И опустив голову вниз, держа позвоночник прямо, не опуская голову или не сгибая ее вниз, сделаю так, чтобы мои руки оттянули мои плечи и я прогнулся. Вот таким образом. То есть условно, если человек положит на перекладину свои руки и вот в этом месте, где у него спина прогнется вверх, вот таким образом, при этом его поясница будет ровно стоять, при этом ноги будут упираться на землю и зафиксирует вот такое положение на 1-2 минуты, это улучшит его состояние, это устранит у человека. Сколько делает такие упражнения? Делайте их. Особенно рекомендую просто упражнения по напряжению мышц спины. Это очень важное и очень быстрое упражнение. Буквально за 7-8 дней вы заметите, как у вас уйдет шейный горб, как вы начнете ходить ровнее, как у вас перестанут болеть плечи, у вас перестанет болеть шея, у вас улучшится зрение, пропадет ощущение песка в глазах, пропадет ощущение темного такого затемнения нашего зрения, фона нашего зрения, улучшится память и улучшится при этом давление, не будет оно подниматься. Ну и несколько слов все-таки, сколько раз делать? Делайте это на протяжении дня 4-5-6 раз, делайте это на протяжении 1-2 месяцев, вы заметно начнете лучше себя чувствовать. Улучшится осанка, улучшится ощущение, будет появляться ощущение спинных мышц, будет появляться ощущение облегчения шейного отдела. Еще одно очень простое упражнение, которое может помочь сосудам убрать окклюзию, убрать стеноз сосудов. Это упражнение делается, рекомендую делать всем тем, у кого повышается давление, появляется шум в ушах, его выполнять очень несложно, выполняется оно следующим образом. Поворачиваете голову в одну сторону, массажируете мышцу с правой стороны, поворачиваете в другую сторону, мягко, не травмирующее, похлопываете себя по левой части. Делайте то же самое, массажируете мышцу с этой стороны, с левой уже, поворачиваете голову в правую сторону и похлопываете себя по шее. Делайте вдох, делайте выдох. Первые несколько дней, буквально 3-4-5 дней, старайтесь не поворачивать быстро голову, старайтесь очень в мягкой форме делать движения головой, не находиться возле кондиционера, потому что первые 1-2 дня может происходить процесс обострения болезненных ощущений в шейном отделе. В это же время рекомендую вам ограничить употребление мяса, ограничить употребление алкоголя и сладкого, есть побольше овощей, пить овощные соки. Можно в это время дополнительно принимать ряд моих препаратов, которые устранят накопление или накопившиеся соли в подкожном жире, которые у вас находятся в шейном отделе. Это препарат Podagrin, это препарат Deposalt. Принимайте его по 2 таблетки 3 раза в день.